МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В территории из Москвы пришел приказ провести массовые митинги с требованием предоставить Донбассу особый статус. Донецк и Луганск требуют прекратить обстрелы, предоставить особый статус региону. Ну а поскольку и Пасечник, и Пушилин, это просто две куклы, управляемые московскими кураторами, они, несмотря на прежние крики, идем в Россию. Вы знаете, что единственное, куда мы можем сейчас смотреть, и куда мы сейчас смотрим, это в сторону Российской Федерации. Наша основная цель – это интеграция в Российскую Федерацию. Кабанчикам побежали требовать у президента Украины особый статус. Причем не сами побежали, а с массовкой. Если верить местным СМИ, во флешмобе приняло участие более миллиона человек. К акции выбора Донбасса присоединилось более миллиона человек. А такие заявления не делаются просто так. Тем более, что на самом верху флешмобы об особом статусе изначально окрестили «Голосом Донбасса». Всё это – выбор Донбасса. Сотни людей собрались сегодня на площади для того, чтобы принять участие в мероприятии «Зеленский, признай выбор Донбасса». Ну вот с этого места и начинаем разговор. Все же понимают, что особый статус предполагает окончательный отказ и от республик, и тем более от Новороссии. Особый статус они просят в составе Украины и даже угрожают в случае отказа их принимать. ДНГ пригрозил Киеву серьёзными последствиями в случае отказа принять Донбасс в состав Украины. О чём это говорит? А только о том, что, как мы и говорили неоднократно, люди, их жизни и будущее их детей для Кремля ничего не значат. Путину просто нужно было время, чтобы закрепиться в отжатом Крыму. Для этого, в том числе и с помощью федеральных каналов, жителям Донбасса сначала пообещали присоединение к России. Утром был создан так называемый Народный совет, в него вошли от каждого района области под представителей. В это собрание приняло уже утром решение о создании суверенного государства Донецкой Республики и заявило о необходимости вступления в состав России. Я, как человек и как гражданин, считаю, что союз с Россией, включение Донецкой области в состав России в качестве субъекта федерации, был бы, наверное, адекватным шагом. А позже пригнали из Крыма вооруженный отряд, захвативший мирные украинские города. Мы прибыли с группой бойцов ополчения крымского. Большая часть этой группы были бывшие бойцы батальона специального назначения, которым я руководил непосредственно в Симферополе. И это не нужно доказывать. Это Гиркин уже признал. Собрали тех, кто еще оставался в казармах, в казармах, военкоматах. Вместе со мной было 52 человека. Я хорошо помню, сколько оружия. У нас было 62 автомата и 62 пистолета. Провели так называемый референдум, в котором в ночь перед голосованием самым загадочным образом исчез вопрос о присоединении к России. Вопрос, который будет звучать на референдуме, звучит следующим образом. Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? Окончательно заявили, что второго референдума о вхождении в состав России здесь не планируют. После чего началась война. А те самые оболваненные пропагандой люди пошли умирать, но уже не за присоединение к России. Об этом уже и речи не шло. А за типа братские для России независимые республики. Еще раз. Независимые. А в Донецкой и Луганской областях Украины ситуация другая. Там граждане проголосовали за независимость. Мы еще тогда говорили, ребята, одумайтесь. Да, вы поверили в сказку. Поверили, что жить в серой зоне вам будет лучше. Но думающим людям сразу было понятно, что вас в Кремле сольют при первом удобном случае. Мы очень хотим, чтобы на наших ближайших рубежах людям, которым мы очень хорошо относимся, жилось хорошо. И для того, чтобы это произошло, Украина должна оставаться единой. Это, кстати, была первая попытка. Или забыли уже, как похоронили тысячи людей, а Захарченко по указу одной из кремлевских башенок взял и провозгласил Малороссию. Сегодня глава ДНР Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства. Малороссия независимое, суверенное государство с новым именем, новым флагом, новой конституцией, новым государственным устройством. Тогда разгорелся огромный скандал. Мол, за что тогда воевали? И к утру из Москвы пришла свежая методичка. Мол, отбой, пацаны, выкручивайтесь как хотите, падайте на дурачков. Инициатива вызвала большой резонанс. Причем мы создавали нового государства. Мы предложили дискуссию и сделали свои предложения. Тогда еще живой Саня нелепо лепил отмазки перед камерами. Хотя еще за день до этого пафосно вводил чрезвычайное положение. На переходный период до трех лет вести в стране чрезвычайное положение. За это время должен разрешиться процесс принятия новой конституции и наведения правопорядка. И умные люди даже из идейных новороссов все поняли еще тогда. Поняли, что Донбасс для Путина это не более чем пешка в геополитической игре. Где если выгодно, надо обещать взять в Россию. Говорил президент о возможности вхождения Донбасса в состав России. Потом долго рассказывать о независимых республиках. Местные жители выбрали независимость после госпереворота в Киеве. Больше двух миллионов человек проголосовали за суверенность Донбасса и его отделение от Украины. Чтобы в итоге устами своей куклы провозгласить Малороссию. Александр Захарченко объявил сегодня об учреждении нового государства Малороссия со столицей в Донецке. А теперь вопрос. Вот вы понимаете, что каждый ход Кремля в этой игре измеряется жизнями людей. Тысячами жизней. А еще детьми, которые растут в войне. Разорванными семьями. Что это у тебя такое? Это глад. Глад? Прилетел, да? Да. Нам пришлось покинуть наш любимый город. Я волновался, там что дом покинули. Я не хочу остаться без дома. Вы понимаете, что они из Москвы просто играют вами, пользуются доверием. Ведь сколько тех, кто поверил телевизору, всем этим Скобеевым, Киселевым и Норкиным пошел воевать. Смотрел телевизор, новости смотрел. Смотрел, как здесь, несправедливость. Приехал помогать. Как нам обещали, что от нашей семьи в рабство, в Донбасс колючий проволок, а родители, после того, что я смотрел, что творится в Киеве, в Одессе, не смог смог. А на Донбасс почему решил приехать? Из-за идеологических побуждений. Мотивация. Не знаю, новости. Погиб от осколочного ранения на месте. Очень долго смотрел по новостям, вот эти все взрослые. Сколько таких пацанов и мужиков уже лежат в земле? Сотни? Тысячи? А что же Путин? А ничего. Делает следующий хор. Хватит, наигрались в независимость. Пора втюхивать Донецкий Луганск обратно в Украину. Предоставить Донбассу особый статус. Да-да, достаточно было одного звонка, чтобы ваши главные борцы за независимость республик, Эти пафосные крикуны хором стали просить Киев забрать их обратно. К акции присоединилось множество людей. Что вы им ответите? Миллион обращений – это по-настоящему голос народа. Настоящий выбор Донбасса. И здесь хочется уточнить. Что, стоило войну начинать? Вам плохо жилось в Украине? Людей положили за это? Регион угробили, чтобы потом умолять услышать голос Донбасса? Нас не слышат, не хотят слышать. И мы очень надеемся, что, может быть, хоть сейчас услышат. Нас смеет, Зеленский, как слышно! Но нет, ребят, не обманывайте себя. Это голос Кремля, который звучит устами обманутых жителей Донбасса. Родные, которые уже не воскреснут, зато Путин отлично обустроился в Крыму. Своими жизнями вы дали ему время. И теперь вы ему не нужны. А значит, валите-ка бегом обратно. Справедливости ради надо заметить, что утерлись не все. Часть идейных новоросов даже пробовала митинговать. Цинично и вероломно пытались сорвать запланированный нами санкционированный пророссийский митинг в Донецке. Но именно тут и случилось прекрасное. Все пять лет идейные недоросы поддерживали МГБ. Писали доносы на соседей. Только вот очередной совсем юный паренек, открыто не признавший ДНР, получил срок. Житель Макеевки осужден на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности. Отрицая сущность создания и существования республики как суверенного государства, на собственной странице в социальной сети размещал публичные высказывания и иллюстрации. Так вот, главное, стукачи и любители доносов вдруг сами оказались в наручниках. Ничего такого, просто политика партии изменилась. Царь сказал, особый статус, значит всем требовать особый статус. И МГБ тут же метнулось ловить уже тех, кто против воли Кремля. В задержании принимал участие спецназ. Как рассказали очевидцы, с привокзальной площади и прилегающего рынка разогнали всех людей. Здание вокзала оцепили, и после этого, выломав дверь, спецназ ворвался в помещение, в котором собрались 15 человек. Это бумеранг, карасики. Загоняли людей в подвалы. Теперь посидите там сами. Там как раз будет много времени подумать о том, кто вы в реальности для Москвы. А еще о том, что в русском мире нет никакой идеи. Есть только постоянные интересы. Нет, не народа, а небольшой группки людей. Мы не автономия, мы не федерализация, не федеративная территория. Мы независимое государство. Есть одна единственная цель. Это посоединение своей родины. А родина, это она Россия. Малороссия, независимое, суверенное государство с новым именем, новым флагом. Обратились президенты Украины с Зеленскому с требованиями предоставить региону особый статус. Присоединение к России, независимая республика, Малороссия. И, наконец, особый статус в составе Украины. Так менялись интересы Кремля. А люди верили и отдавали за игру извне самое ценное. Свои жизни и жизни детей. Задумайтесь над этим, когда из Москвы придумают вам новую миссию. Миссию, за которую снова придется умирать. Умирать.